Вы знаете, никакие это там не дома, это там у него там курятники, она говорит, перестаньте, регистрацию, фотографию. Да они спят у него на вещмешках, у них подушек нету. Он говорит, сколько подушек? Я говорю, 120. А детей сколько было? Я говорю, 70. У меня свободных 50 подушек было. Ну и они запутались, и судья начала тогда их громить. Все, а им теперь надо платить, а они тогда записали. Но вы не хотите теперь восстанавливать? Его нельзя восстановить, потому что полностью, сейчас новая организация Роспотребнадзор, 110 тысяч человек, 110 тысяч, направлены на то, чтобы уничтожать. На их стороне суд, на их полиция, на их прокуратура, это ничего нельзя сделать, ничего нельзя. Поэтому я его сам расформировал и убрал, они подали в суд, это было два года назад. И суд не в пользу, они обычно штраф полтора-два миллиона штрафы. Представь себе. А я, когда приехали, они 18 числа июля-то, ночью, уже к ночи, полиция-то, и дети, все это заснято, дети бегут, а впереди молнии сверкают. Детей я по комнатному в деревню расформировал, а теперь они потребуют лагерь приостановить деятельность, а его нету. Они требуют устранить что-то, а устранять ничего, лагеря нету. Я сделал решительный ход и сказал, мы покупаем несколько домов, и теперь не в шалашах-то будем жить, в Мазанках-то, а настоящие дома. То есть они нам сделали лучше. Лучше, чем было. У нас теперь и холодильники, и электробиоприборы, все, вы уже видели. Да, я видел. Поэтому если приезжать, лагерь слова исчезло. Вы приехали в гости. А все так же, так же встаем, так же едим, так же играем и молимся. Все точно так же. Ну, все равно дети, наверное, приезжают, наверное. Уже один год прошел, в прошлом году. В прошлом году были дети просто так свои? Ну, вот, 97-й. Вот этот, 18-й. Я хочу, с вашего разрешения, вы говорили в одном ролике, что незваный гость хуже татарина. Да, это поговорка русская. Да, 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 такой. Поэтому спасибо, что вы нас пригласили. Вчера мы с вами по скайпу общались, мы очень были рады. Даже не знаю, вот я когда смотрел ваши ролики, вот эти все вот видео, вот, очень было интересно. От вас можно много пример взять, можно. Пример не только мне, взрослому мужчину, пример моему сыну. Так я занимаюсь этим. Я смотрю на ваши ролики, не только я, вот и мой сын. И я говорю своему сыну, говорю, Нурсултану, вот, возьми пример, говорю. Смотри, говорю, Игнатий Тихонович, говорю, такой человек, говорю, святой. Это мне надо как-то... Давайте туда от ветра уйдем, а то тут не слышим. У нас там никого в этом нету, все ушли. Там Сергей, Никита. Ну давайте зайдем туда. А то замерзли уже. Вот смотри, Авдор Ахамин. Давай, ну-ка заходи сюда. Вот смотри, чем занимает сам Игнатий. Это вам, Евангелие, возьмите себя. Считаю, Евангелие. Оно поблагословение Патриарха Кирилла. С визиткой, это наша визитка. Да, да, да. Да, ваша визитка, кстати, да, вот здесь, да, ваша визитка. Да. Это наши все данные здесь. И YouTube, и все здесь. Все, 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 я там визитка как раз я так и у вас. Это бесплатно распространяется. А Никита, куда у нас собирается сейчас? Ну они едут, идут там по городу, раздают. Скорее всего, на Спартак поедем туда. А, на Спартака. На Спартака. Да. Так, ну давай дальше, это не помешает. Говорите. Ну, я не буду, соответственно, ничего? Ничего, ничего. Потом засиделись тут. Да, я тоже. Ну, это я, говорите о сынах. Ну, в общем, это, мы вас вот видели ролики, вот эти видео, все, вот и мы с сыном вдвоем. Каждый день, можно сказать, я говорю, и решились, то есть, решил вас найти. Ну, мы вышли в интернете. В интернете я вас нашел телефон, и мы решились вам позвонить с сыном. Вчера мы с вами как по скайпу мы разговаривали, все это самое, и сегодня вы нас пригласили. Ну, очень было интересно, очень много сейчас вот уроки вошли. Вот можно много чему мы вот, то, что я учились, да, много к чему научились. Вот, и до этого тоже жизни, тоже, говорится, жизнь в футболе человека, вот. И вся, к этому, и много к чему учиться. Вот, и большое, огромное вам спасибо. Я вот сыну говорю, вот надо как-то позвонить, приехать, если нам разрешить. Хочу взять ваши руки, вот, взял вас, еще хочу взять ваши руки, вот, поцеловать ваши руки. Игнать Тихонович, вы святой человек, вы святой. Я вот... Грешный, грешный. Ну, все равно, вы большой, даете пример, вот, людям, вот, и взрослым, и детям. Вот, большое, огромное вам спасибо, что вы нас пригласили. Вы еще хотите, вы разрешили нам еще приехать, потеряю хоть где-то летом. Вот, с вашей разрешением, если даже сам, может, к гостю приеду, хочу оставить сына там, если... Значит, что нужно, я вам путевку скину, что нужно. Какие брать там простыни, обязательно резиновые сапоги на размер больше. Бывает, когда сыры, чтобы можно было шерстяные надеть. У нас все обдумано. Вот наши паспорта, то, что вы говорили, с документами, вот, можете, вот. Ну, все, все, там у нас все записали. Да, вы записали, да, нас, да? Она, вот, приходит, она же брава-то. Да, да, брава, да, она все, наши документы. Дмитрий Александрович, да. Вот, да. Это ваш, да? Да, это мой паспорт, да. Это у вас какой он, считается природой или заграничной? Нет, это, мы же, это... Нет, это российские. Вы граждане России? Да, граждане России. Вообще, это вот это да. А вы кто по национальности? Казах. Ну, да, если-то ничего не было, я вас никак не обидел. Нет. Ну, вот, о чем мы говорили. Это, знаете, если ты не желаешь, это не будет. У меня это через край перегрестывает. Я этим живу. Я было даже одно время, я забунтовал. Как так? Треть жизни спать. Я начал жизнь, это, сон сокращать и довел два с половиной часа в сутки. Два с половиной часа. А остальное у меня вот такая работа. У меня три грыжи заработал на позвоночнике. Рукавят люди, оттащит рельсы, шпалы. И приходится все на тебя на одного ложиться и раздавило позвоночник. У тебя неудержимые в работе. Ну, вы, смотрю, на вашем возрасте так трудиться, вот, очень не каждый могут быть, да, может так. Вы так работаете, вот, потеряете, мы увидели вот эти ролики, вот эти все, как там все это тащите, все работаете, все в поле. И вот, дороги там, камни, все вот эти, как дороги это, переставлируете все это. Все мы увидели. Ну, дай бог вам еще раз побольше здоровья и жить до 100 лет, а там видно будет. Моему отцу 91 год сейчас. А он как? Он, это, тыловик у меня отец. Вот, он во время войны железные дороги обслуживал. Потом, в 45-м году ему исполнилось 18 лет, его забрали в армию. Он служил в Ростове. Семь лет служил. Ростов после бомбежки поднимал отец у меня. Вот живет сейчас вот на юге Казахстане вот отец. А мать умерла у меня 2000 годов. А отец-то, если узнает, что вот к нам приезжаете, он не будет против? Никто ничего не против. Почему? Вы ему тогда развесите, скажем, мы, как называют, христиане широкого профиля. Почему должен... Ну, мало ли еще, разные, бывают такие фанатики слепые, они кого-то слушают. А ты вот приехал, ты увидел, вот следователь одна, которая наше дело вела, и она говорит, а можно я к вам вас как-то повидать? Людей-то о вас говорят такое. Я говорю, можно, а можно с кем-то поговорить? Я говорю, выберите вы. Ну, она пришла, она в милицию работает, капитан, ну и психологом она еще у них. И она когда побыла здесь, гляжу, собралась и тут пообедала. Я говорю, а что пошли? А что? Я говорю, да как вы же хотели побеседовать, а с кем беседовать? Это одна большая семья. Я в Казахстане был, заходил в католический церковь. Католический. Кирка. Да. Заходил в баптистский, баптистан. Он, конечно, мечеть это само собой у нас. И вот я тоже сейчас увидел, я не тот, то есть хожу, я расследую или что-то. Мне просто было, почему бы не познакомиться хорошими людьми, тем более такой, как вы. Игнатий Тихонович, честно сказать, вот видел все ваши ролики, просто интересно, очень интересно. Даже мой сын берет пример с вас, это хорошее воспитание. Еще раз я вот это повторяю вам, вот большое, огромное вам спасибо. Дай Бог вам долго-долго жить. Можно вас Абдуррахмана звать будут? Меня, да, Абдуррахман, да. Посмотрите, вы видели, что у нас тут? Видел, видел, все ваши книги я видел, да. Все ваши книги. Вот это сокровище, я не умираю. Да, видела ваши сокровища, очень даже, это столько много написано в ваших книгах. 38 томов. Да, 38 томов. Еще 7, которые в интернете вверх. То есть я не только ожидал, не только вас, даже много увидел у вас сейчас, вот, много что. Видите, это невозможный человек, все понимают. И когда меня арестовали... И Володя, вот Сергей, и Никита, у всех вот, которые... Да, первое, когда, когда, первый раз меня арестовали, то в КГБ говорят, они меня требуют по санкции Московского КГБ, МГБ называется. А там считали, что здесь трудится несколько отделов, а концентрировалось все на одном человеке. Но я никогда один не был. Ну, конечно, я не в стороне от этих дел-то. И вот эти вот, что дал Господь, и как отремонтировали, как что-то сделали, надписали. Ну, видите, как все. И даже в одном ролике, как я видел, когда вы поймали вора, и он сидел на корточках. И вы к нему подходите и говорите, говорите, ты что, наркоман? Это так только наркоманы сидят. Я с сыном вдвоем видел, я говорю, видел. Надо брать пример, вот, видишь, говорю, вот, уже, знаете, ты же знаешь, вот. Вот до того вы даете такое, ну, это просто многие не смогут, может быть, некоторые не смотрят ваши ролики, видео. Не поймут. Если вы меня, вот, меня с сыном, вот, то, что сейчас вот с вами разговариваю, да, вот, и приехал к вам в гости, даже... Вот, своим близким, кого будете отдавать. Спасибо, спасибо. И вот, вы нас выложите в YouTube, вот, для нас это будет интересно. И mail.ru, и форум, и сайт еще, тут все указано. Это огромные-огромные ресурсы. Нам не от кого скрываться, вот, поэтому, да, вот, поэтому, пожалуйста, ну, я думаю, что нас увидят благодаря вас, благодаря Богу, благодаря Аллаху, вот, ради вас нас тоже увидят. Ваши подписчики, которые вас любят, ценят, уважают, думают о вас, мы тоже вот ставим лайки, ставим всегда. Хорошее отношение у нас с мусульманами, очень хорошее. Хорошее отношение с евреями, кто бы ни не были. Почему? А мы своего не ищем. Мы хотим, чтобы все люди спаслись для вечности. Если мы на этой земле все захватим, а душе повредим, говорит, какой выкуп дашь за душу свою? Главное, душа, чтобы была спасенная. А душа, если не спасется, а какая разница, я умру в сто лет или в десять лет, никакого проку-то нету. Поэтому, где нам быть, Бог как-то так делает, у тебя родился очень бедной семье, нас десять детей у отца, десять. Понимаете, как, и мы научились все делить, ничего себе в рот не тащить, пока остальные не найдется. Это все заложено было уже родителям. Я тоже вырос в почти что, бедной семье тоже. Тоже я в свое детство не так уж было, так все хорошо. Поэтому я тоже, как говорится, не с богатой семьей. Я думаю, что кто с богатой семьей, кто такие роскошные жил в этой жизни, они даже не думают. Вот так вот, как вот, вижу, как вот, вы же, вижу, деревенский там, в селе работаете, вот все. Я сам как деревенский, как вот, ну, с аула, как говорится. Поэтому я все это понимаю и знаю. Это Господь так заранее определяет. Мы еще не родились, а Он уже нам дает родителей. И кем мы будем? Но как мы этим воспользуемся, это от нас уже зависит. А будет или не будет исполнение чаемов, что мы надеемся, от бога зависит. И надо надеяться. Меня, знаете, как пугали, когда мы поехали, это всемирное, можно сказать, всеевропейское путешествие. Я в каждом, 600 городов посетили только, сел больших. И мы везде жертвовал полный комплект. Вот один комплект, это 750 евро. Это везде они, где в Казани, нас хорошо приняли. В Казахстане мы отдельно не ездили туда, но там через других книги по отдельности есть. Если бы сейчас у вас были такие знакомые, допустим, русские или казахи, и ты скажи, вот такие книги, а ты посмотри, здесь я отвечаю на 4124 ответа. Это политика, экономика, религия, социология. Все здесь есть. И мусульманство отдельно. Если они пожелают, у татар, у всех есть, то я в Казахстан, в Алматы или там где у них там сегодня, Астане, там я бы пожертвовал на национальную библиотеку. Национальную библиотеку. Это у меня есть и в Молдавии. Вот на Украине где есть там национальная библиотека и парламентская. В Москве библиотеки Ленина, все мои книги, парламентская, историческая. Это мы сами проехали. Почему? Я знаю их оживительную силу. Когда люди получают и меняется в жизни все. Я наконец увидел, для чего я живу. Я говорю, объясняли, я ничего не знал. А тут простым, понятным языком. Тут другое. А нас, государство, позаботилось. Брат мне звонит. Тут режиссеры просят, фильм снимают. Согласись. Я говорю, зачем мне это надо? Православие хотят снимать кино. Три фильма снятые. Уже снятые фильмы. Уже снятые, здесь они есть. Один первый фильм «Причустие». Он занял первое место на международном киноконтрессе. Первое. Ну, это фильмы мы не смотрели еще. Найдете, здесь все есть. Если сейчас придете, вы меня только спросите. Я вам сразу их скину. Теперь второй фильм снимается. Называется «Златоус из потеряевки». Златоус – это был такой учитель церковный, в пятом веке умер, в 407 году. «Золотые уста», «Золотой язык». Меня так прозвали, обо мне. Я вот фильм занял первое место в России. Это непросто. И еще один фильм. «Глаз воперющего» или «Второе крещение Руси». Это другая совсем снималась. «Снимали фильмы-то с Москвы приезжали?» А, это документальные фильмы. А, документальные фильмы. Документальные. Их только три. Это Москва, Санкт-Петербург и Свердлов. А это у них отдельный отдел, или были с Красноярска. Там все сказано. Документальные фильмы. Документальные. Ну, надо посмотреть. Но представьте, что первое место – это не игрушка. И поэтому мы, когда премьера фильма была здесь, предчувствие, то режиссер приехал сюда, Кузнецов. Он потом работал здесь, в администрации Алтайского края. И в кинотеатре показывают, а там русская была, Юдина, Зоя Павловна. А у нее помощница Фарида, татарка, видимо. И она как бы... Благословительная. С Богом. Она как бы была совопросником, задавала вопросы. Огромный кинотеатр, наверное, самый большой. А мы с режиссером вышли и отвечали на вопросы. То есть вопросы... Вот я столько лет в университетах, в пяти вёл работу, в тренировали программы регулярно вёл. Во всех отделах милиции, в городском УВД и в Крымом УВД. За мной приезжает машина, и они заказывают. Нам нужно сегодня об экстремизме там. Или тарелло толерантности. Я конкретно и по их заказу, по теме. А там бывает человек 700 офицеров сидят. Поэтому у меня абсолютно везде знакомые. Воинские части. Вот я прихожу домой, уже в потёмках, гляжу, машины стоят. А там полковники одни. Вот мы танковые войска, авиационные. Мы решили зафрахтовать самолёт, чтобы вас из одного города в другой возить. Так как где? А они большие кинотеатры берут, а меня не могут провести. Так они вот так солдаты меня тащат через толпу. Пройти невозможно. Поэтому у меня очень широкий ареал действий. И от меня это не зависит. Вот они, ну, желают, я это делаю. Везду занятия в тюрьме. 3700 человек. Я выступаю по рации. Я тут веду программы, а в этих точках там испорченные. Я по радио говорю. Я работаю в местном СИЗО. 3700 человек. Нужны динамики. Утром прихожу на станцию, 56 динамиков уже стоят. Понимаете как? Люди откликаются. Я еду в трамвай, я с одним заговорил, а мужчина подошёл. Это вы, Лапкин, будете? Это я вас по радио услышал. По голосу узнают. А моего ничего нигде нету. Это Господь делает. Я знать не знаю ничего. Господь поднимает меня, но я тебе научу, иди говори. Почему у меня любимый порог Иеремия? Ну вот вы сами посмотрели. Тут специального мы ничего не делали. Иконы так и были. Вот. Это Сергей ведёт занятия. У нас сегодня занятия будут по скайпу. Вы хотите быть? Ну, не знаю, если я не уеду. Но три раза в неделю. В среда, пятница, воскресенье. В шесть вечера. В шесть вечера. Я вам скину данные, а вы это имейте в виду. Хорошо. Какие вопросы? Вы тут... Хорошо. Один сейчас идёт по теме, Евангелие, это я надпусти. А потом вопросы-ответы, какие угодно. Какие угодно тебя там. По вере, по своей, по работе, по семье, разницы для меня нету. То есть так же собирается... Это по скайпу. По скайпу. Сергей ведёт. Он дома ведёт занятия, они записаны. И он по одному подключает их там. А, ну всё, можно по скайпу. Ни куда не идти, по скайпу дома сидеть. Да, по скайпу. Тебе это очень интересно будет. Вопросы такие, вопросы. К этому времени у меня накопится вопрос, и вам задают, задай. Просто сегодня как-то у меня много, чего я хотел, чего-то, чего-то, не знаю, как-то... Ну, как, что помните, давайте сейчас говорите, пока не уши. Растерялись. Да, растерялся. Я, наверное, по скайпу, я думаю, если вы разрешите, может, еще к вам приедем сюда. Ну, конечно, вы только скажите, когда будете. Да, мы будем. Батюшка. А когда у священника нет, у нас моления покороче, потому что так. Мы не просто верующие, мы православные, строго держащиеся. Да, я вот и обратил, да, в них, да. Вот я был, допустим, где-то в Мулут, я вам показал где-то. Мы идем, а это его жена со мной. Она на четырех языках разговаривает, а он на шести языках. Какое образование высокое? У ней Библия, Коран, и у меня Библия и Коран на столе лежат. Мы знаем, о чем говорим. Она идет, там ее женщину видели. Ой, Сабира, это муж твой? Она говорит, это отец мой учитель приехал. Она им говорит. Там сидят молодые ребята на парапете, ну, ноги сресили так. Мы только прошли, она остановилась. Отец Игнатий, расскажи им о Христе. Каких Бог людей дает? Другой бы слышать не стал. Я говорю, так они не понимают, они все понимают, что они не понимают, я им переведу, говорит. Ну, я вот еще хотел спросить, ну, вот, например, вас увидели там в роликах, интернете, вот, вот, пришли вот с вами вот увидеться, вот, как говорится, сто раз услышат, один раз увидят, да. Ну, такие, наверное, есть такие, как мы, приезжают сюда? Ну, вот, я говорю, казашка приехала, она говорит, я не казашка, а татарка с киргизской. Ну, она из Казахстана, с Алмата, и она... Райхан, который... Райхан, теперь она стала Рахиль. Рахиль. И вот она здесь и была, все увидала, и мы по всем храмам проехали, и зашли к митрополиту, а митрополит, это генерал-полковник по-военному, это большой человек, весь Алтайский край, все ему подчиняются. И он нас благословил, ей там календарик дал, и она все оставила дома, мужа, детей приехала, сказала, чтобы повидаться. А то, что случится, я с вами не встречусь. А была у юридиков, свидетели его, вот ходят там. Да, да, да. Вот она у них была, пришла в православие, приняла крещение. Она интересная женщина такая. Понятно. Ну, в общем, спасибо вам большое, огромное. Я думаю, что мы к вам еще с сыном. Ну, смотрите-ка. Я думаю, что если вас узнают, на вас будут такое-то клеветы всякие от нас, через нас говорить. Ну, про нас. Так что, сами разбирайтесь. В смысле, как? Ну, как, начну сказать, да он такой, он в городом все наворовал, там, или он такой. Ну, вы знаете, как говорится, я, мне уже вот 47 лет, я сам решаю, сам знаю, с кем как разговаривать, с кем как общаться, с кем встречаться, поэтому нечего критиковать. Я сыну всегда говорю, вот, вот стой вот, я всегда говорю, никогда никого не критикуй, никого не обсуждай. Вот. Нечего, и никогда, не кем говорю, не смейся, говорю. И никогда, а зачем критиковать, прежде чем кого-то критиковать, прежде чем кого-то обсуждать, сначала ты на себя посмотри и вокруг себя. Вот. И не надо кого-то там проклинать, или что. Есть Бог. Мы все под одним Богом. Бог даст всем позасовым, как вы сказали, вот, инсульт дал, и все, его нету. Поэтому, поэтому я не переживаю, кто-то будет там, говорит там что-то там. Ну, я сам знаю. Ну, главное, знаю, что, Игнат Тихонович, что я пришел к вам, взял ваши руки, вот, встретился с вами. Большое огромное спасибо, что вы нас пригласили, что разрешили, что прийти к вам. Вот я хочу на весь мир, на весь Россию, на весь Казахстан. Спасибо большое огромное, Игнатий Тихонович, что я с вами познакомился. В общем, не знаю, много чего хочется сказать. собрание, собрание вы видели? Да, очень было сегодня интересно, очень было, вот, пусть это видят все, я думаю, что, большое огромное вам. Утром уже я закачаю собрание это. Мы всегда увидели. Да, да, большое огромное вам спасибо, Игнатий Тихонович. Я вот это уже, когда мне удастся, может быть, через день только, я, не сам делаю, у нас большой коллектив работает на это, там человек 12, они записывают, я даю материалы, бывает в другом городе работают, а я замки только снимаю. Много хорошие слова, много хорошие советы, много очень, в общем, много, что я сегодня с сыном услышали. Это не только, вот, мой сын, подросток, для него на воспитание много, что повлиял сегодня. И большое, благодаря вам, благодаря вашему, вот, сегодня, именно, благодаря Богу, благодаря Богу, благодаря Аллаху, и вот сегодня, нас с сыном привел в этот дом. Так, у меня есть книга, над которой я работал 40 лет. Если я вам подарю, возьмете? Возьмем. Она на многие вопросы отвечает. 40 лет. На многие. Она меньшего размера у меня, но очень дорого далась. Ну, как-то, вот она как называется, видите? Кристиного православия. Ну, мы почитаем, да. Это не почитаем. Вы хозяин будете. Я вам дарю, насовсем. Посмотрите, какое содержание. Слово Божие, Священное Писание, о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, так, об исповеди, о священстве, о церкви, о посте, вас интересует пост, о милостыне, чтобы подавали другим. Спаси, Господи, от объедения, от пьянства, от забот житейских, от отношения между отцами и детьми. Это вы сами все писали книги? Это я из разных книг 40 лет собирал материал такой. Понятно. Эта книга очень-очень. А Бродобрите, чтобы Борода не брили. А? Понятно. Вот. Тут все историческое написано. Ну, как вы говорили, Борода – это власть. Да, 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 да. Это, ну, так, Господь установил. Сейчас я прочитаю. Подожди-ка. Каждый ролик и каждые слова помню я. Да. У вас хорошая память. Прочитайте еще одно условие. У меня без очков. Ну-ка, прочитай с ним. Издание второе дополнительное. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом. Около 150 тысяч экземпляров. Материал для этой книги собирался 40 лет, выражая большую благодарность архиереям, священникам МДА, Московской Духовной Академии, библиотекам, которые по крупицам могли сделать подборки материалов. Быть может, со временем Иоринима, Иоринима Стридонского. Иоринима Стридонского. Он в 1720 году таких книг не было, может быть. В православии не появлялись материалы такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первой истоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Допустим, боевые там где-то. А против своей вернии это главное показано, как встать на ноги, как жить. У нас в лагере главный розыгран. Красивая даже. Очень интересная книга. Спасибо большое, огромное. Вы тут найдете, смотрите, цветные фотографии. Книги у меня не склеены, все сшиты. Вот сейчас она прощалась, пошла девушка. Да, да, да. Вышла, последняя. Это Виктор Андреевич, вот он вел собрание. Это врач краевой больницы. Это не просто так вот. Который с бородой? Да, вот он. Врач краевой больницы. Да, здесь, Барнаульская. Если что-то какая-то нужна будет, имейте в виду, он очень сильно поможет. Собрание у нас видит. Дай Бог здоровья. А вот смотри, вот сидят где-то, причащает батюшка. Да, да, да. Вот это из деревни Барабаш Елена на Причастие. Видите как? А то сейчас телефон передавали ему, а это его дочка вот пошла, в Сокольске сказали где. Это идет крещение батюшка проводит. А это вот самая Лена стоит перед крещением. Это она тоже. Вот батюшка тут показан. А это еще священник приезжал. Видите какие картины? Очень даже, да, грязные, да. Цветные. Ну, спасибо вам большое, огромное. Слава Христу. Слава Христу. Пойдем сейчас голубей, смотрите, и кошек. Надежда Васильевна, давай нам покажешь. Буску и рыжую. Спасибо вам большое, огромное. А Павлю, наверное, не посмотреть. Мы сейчас зашли, она очень боязливая. Я привел ветеринара, она болела. У нее головка маленькая так. И нельзя посмотреть, она спряталась. Нет, пусть Дур-Султан сходит посмотрит, а я... Ну, это пожалуйста. Да, пусть он вон... Ну, иди сходи посмотреть. Пошли. Ну. Так. Давай ко мне. Я сейчас положу в это. Володя, пойдем вместе. Володя. Да, заедите, посмотрите, где я жду. Ты? Ну, хорошо, пойдемте. Володя. Так, все. Давай, аппаратуру закладывай сюда. Это Ольге пирог и... А чем я? Ольге гостинчик. Иди сюда, иди. Пошли. Он на полу, пошел. Мы заказывали. Пошли.